Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мой канал называется Другая жизнь с Марина Кью. И я хотела бы моим постоянным зрителям предложить новую рубрику. Как вы думаете, если я буду снимать для вас раз в неделю новое видео в формате, как поддерживать порядок в доме за 20 минут в день? То есть, что я выполняю в течение 20 минут в день. Итак, у нас здесь немножечко прохладно, поэтому я зайду в дом. Да, после того, как я в очередной раз выпустила новый рилс относительно того, что на порядок в доме, на поддержание порядка в доме я трачу лишь 20 минут в день, разумеется. Получила тоже новые комментарии. Спасибо вам большое. Именно они продвигают тоже, помогают мне в продвижении канала. Больше людей видят мои рилсы, больше людей подписываются. Поэтому всем большое спасибо. Итак, один из вопросов был следующим. Как мужчины-американцы относятся к бардаку? Помогают ли они в организации порядка? То есть, помогают ли убираться нам, бедным женщинам? Ну что ж, хочу сейчас вам показать, сделать первое видео в данной тематике насчет бардака в доме. Я должна признаться, что у нас бардака как такового, скорее нет, чем он есть. И вот на данный момент у меня в доме бардак, и я вам хочу показать, как в нашем доме выглядит бардак. Если такой формат видео вам интересен, присоединяйтесь. Так, пожалуй, начнем. Вот наша входная дверь. Нам прислали это от Линды, рождественский подарок для Кати и Никиты. Она им сделала подписку на полгода. Здесь у нас разные активити. Я уже делала видео на эту тему. Посмотрим, что же детки получили в этот раз. Кстати, это что-то в тематике, посвященной Дню Святого Валентина. Вот как выглядит наша зона, как правильно это сказать. Как она правильно? Прихожая? Да, прихожая. Так, вот это у нас бардак. Видите? То есть я здесь только что для вас записывала видео, монтировала. Сегодня у нас понедельник. И я преимущественно в понедельник стараюсь смонтировать как можно больше видео для того, чтобы освободить себе преимущественно всю неделю. Вот, как вы видите, тоже я вот укрывалась пледиком. Это моя подставочка. Компьютер я как раз зачитывала. Пульт, потому что тоже, да, вот. Когда делала запись, я выключала. Затем пока монтировала, я тоже смотрела телевизор. В общем, вот так вот выглядит бардак в нашей гостиной. На улице здесь у нас что-то сихок. Видите? Он попросился. Покажу вам, наверное, и веранду уже. Здесь у нас тоже бардак. Но мы еще здесь пока не наводим порядка, потому что ветер и раскидывает все вновь. Поэтому, ух, прохладно. Так, сихок, ты заходишь? Заходи. Нет? Хорошо. Дальше. Вот кухня. То есть, понятно, тоже монтировала для вас видео. Кстати, у меня уже здесь заготовлено. Подождите. Так, 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 так. Сейчас вам покажу. Вот уже до 19-го числа. И уже даже сделала один выпуск на 26-е. Опля, сихок. Теперь меня зовет сихок. Ну, давай, сихок. Хочешь зайти? Заходи. Так, зашел. Вот наши котики, да, отдыхают. Как всегда, вуки на своем почетном месте. И немножечко дальше у нас чизбургер. Френч фрайс у нас вот на одном из стульев. Да? Вот эти, кстати, черные полотенечки у нас лежат. Когда Катя и Никита кушают, мы им всегда ложим, потому что могут запачкать. У нас очень светлые стулья. Ладно. Это я приготовила. Буду сейчас вымывать окна. Я, кстати, делаю такую вот определенную болтушку. Для того, чтобы мыть окна, я не покупаю уже очень давно. Тоже, да, вот в сторону порядка, скажем. Вот, обратите внимание. Окна я сейчас буду мыть и на верхнем этаже, и на нижнем. Но, ну вот если увидите, да, вот с обратной стороны и с этой стороны немножко. Вот есть пальцы, да. Но вот так вот их не особо заметно. Но я знаю, что они там есть. И поэтому мне это доставляет дискомфорт. Затем я буду готовить. У нас здесь размораживается мясо пока. Это здесь я тоже составляла свой календарь дел Катерины и Никиты на книге. Мы их ложим всегда на видном месте, потому что потом мы их забываем, да, читать, когда мы их где-то прячем. Вот у нас рисунок Катеринки. Это она приготовила Валентинку в школу. Коробочку для Валентинок. Так, давайте дальше, да, беспорядок. Кстати, это вот у нас детские рисунки. Вот Катя, да, нарисовала, как она любит маму. Ладно, это наша комната. То есть утром проснулись, заправили постель, переоделись, все убрали, поразвешивали на места. И, в принципе, ну, все чисто, да. Только вот, пожалуй, моя вот эта вот зона, там, где вот всякие женские причиндалы. Я их, кстати, хочу немножечко переставить, чтобы у меня вот этого не было. У Чедо по-мурски. Видите, совсем ничего нет. Так, дальше. Вот здесь, да. Это, пожалуй, зона, где у нас бардак всегда больше всего. Ну, вещи наши, когда мы прогуливаемся с Сихоком, мои сумочки, обувь тоже все никак не выберем красивую сюда. А мебель не можем найти то, что нам бы понравилось. Ну, тоже, в принципе, все. Комнаты, да, вот, комнаты тоже у всех вызывают недоумение о том, что как же это три ванные комнаты, и 20 минут нужно, больше 20 минут, только для того, чтобы навести порядок в ванных комнатах. Вот, это у нас, скажем так, гостевая. И когда детки здесь тоже, они используют эту ванную комнату, в общем, часто мы ее используем. Пожалуйста, все чисто, все аккуратно. Детки приучены убирать за собой. В этом и весь секрет. Учите своих домашних вам помогать и поддерживать порядок в доме. Эта комната у нас пустует. Да, вот только Никита, я, кстати, даже не видела. Игрался, видно, принес своего робота. Это у нас гостевая комната, когда к нам приезжают гости. Вот Никита здесь тоже еще одного своего робота поставил. Вот, они у нас как бы останавливаются вот здесь, поэтому здесь мы тоже наводим порядок очень-очень редко. А сейчас мы спустимся с вами в нижнюю часть нашего дома. Там у нас расположены три спальни, три детские спальни, игровая комната, ну и, в принципе, еще офис мужа. Ладно, сейчас включу свет, чтобы было ярче вам видно. Вот, здесь у нас временами тоже есть бардак, когда дети не убрали за собой игрушки. Итак, они у нас утром сегодня перед школой, они очень быстро собрались, и поэтому у них было время посмотреть мультик утром. Вот вы видите, да, у нас вот этих две любимых больших игрушки Никиткины, и вот этот вот Санта ему тоже подарил в этом году. Сразу понятно, что в этой части у нас был Никита, потом дети быстро собирались в школу, поэтому, ну, скажем так, оставили за собой вот такой вот бардак. То есть, можно ли это назвать бардаком, как вы считаете? Если бы, кстати, дети были бы дома, я бы им сказала, и они бы это убрали самостоятельно. Катина кофта. Что у нас здесь тоже? В принципе, все нормально, все чисто. Ванная, комната детей. Давайте я вам покажу ванную комнату детей. То есть, видно, что я еще здесь порядок не наводила, да? Дети чистили зубы самостоятельно. Вот умывальник тоже не совсем вымыт. Здесь сейчас я, конечно, порядок наведу, но скажите мне, сколько минут для этого понадобится? Вот так. Так, Сихок, а ты там что лезешь? Тут больше надо внимания за Сихоком, чтобы он ничего у нас с мусора не вытягивал, да? Детские комнаты. Вот Никитина комната. Ну, тоже видно, да, что ребенок сам застилал, в принципе, свою постель. Что-то здесь с игрушками, видно, искал что-то. Тут что-то делает Катина коляска. В общем, дети активно играли. Ну, и вот Никитка тоже забыла закрыть шкафчики. Я сейчас, разумеется, здесь порядок наведу, но, опять-таки, да, как вы считаете, сколько времени, сколько минут мне для этого понадобится? Теперь посмотрим сейчас комнату Кати. Бардак в Катиной комнате. Вот так выглядит бардак в Катиной комнате. Почему-то она сюда повесила тоже свой халат. Не знаю, вчера вечером его не было. То есть, ну, видно, да, что я не подготавливала специально видео. Еще даже, кстати, я не открыла шторки. Шторки, да, мы будем ей искать другие. Просто пока я еще не увидела в том цвете, который мне бы хотелось. Дальше. Следующую я вам покажу, наверное, комнату Ромы и также там офис Чеда. Здесь у нас кладовки. Да, мы там храним все ненужное, поэтому мы там никогда не убираем. Ну, как никогда. Когда только достаем раз в году, в общем. Ну, может быть, не раз в году. Но там только подмести и все. Все, дальше. Здесь у нас обитают наши котики. Видите, это у нас так обычно кушает чизбургер. Он ложится, переворачивает тарелочку и ест с пола. То есть, понятно, я еще тоже здесь не наводила порядки. Сделаю, когда закончу для вас видео. Так, стихок, пойдем прогуляемся. Здесь у нас офис Чеда. Здесь тоже всегда идеальный порядок. И вот комната моего старшего сына. Как вы видите, понятно, да, ему уже 14 лет. Я ему помогаю наводить порядки здесь очень-очень редко. Вот, в принципе, в таком виде у него комната всегда. И также у него имеется ванная комната. И учитывая, что моему сыну уже 14 лет, он уже довольно-таки давно. Я даже не могу вспомнить сейчас, сколько точно последних лет. Он наводит в своей комнате и в своей ванной комнате порядок самостоятельно. Очень многое. Дети, им сейчас моей двойне 6 лет исполняются в следующем месяце. Они тоже довольно-таки давно наводят порядок. Ну, как порядок. Просто должны поскладывать все на места тоже уже довольно-таки давно. Приучали мы их к этому. Они еще не умели ходить. Они еще не умели ходить. И мы уже их приучали к порядку. То есть, как мы это делали? Брали на руки. Перед тем, как идем спать, мы расставляли те игрушки, которыми мы играем. То есть, ребенок держал игрушку одну. Я держала игрушку другую. А мы заходили в комнату. Я ставила игрушку на место. И, соответственно, Катя и Никита делали то же самое. Затем мы научились ходить. Тоже таким образом мы и складывали, и раскладывали все. Выкидывали с ящиков. Потом аккуратно все складывали. Да, сихок у меня здесь балуется. Мешает мне записать видео. Шумит. Поэтому мы приучали детей к порядку очень-очень давно. Вообще, заметила тоже такую вот особенность, что сперва мы все делаем за нашими детьми. А потом недоумеваем, почему они нам не помогают. Не помогают, потому что не привыкли. Не помогают, потому что не знают, что вам нужна помощь. Даже я, даже я в свое время к моему большому стыду, да, должна признать, что я тоже своей маме не помогала в уборке. Я не помогала готовить, я не помогала убирать. Но здесь была не столько моя вина, как бабушка пыталась, моя бабушка, мама моей мамы, она пыталась где-то меня защитить, оградить. И всегда говорила, не заставляй ей его на щенороботе. То есть она, понятно, да, она хотела меня где-то помочь мне, скажем так, продлить мое детство, да, потому что она тоже очень рано начала работать и проработала всю свою жизнь. У нее в доме всегда был идеальный порядок. Она просыпалась самая первая, и до того, как проснутся все остальные, в доме уже все сверкало. Поэтому, конечно, она, понимая, какой этот труд, хотела меня где-то, ну, не знаю, защитить, да, дать мне возможность немножечко больше побыть, наверное, ребенком. Но я считаю, что это было неправильно. Разумеется, я, конечно, благодарна и бабушке, и маме, но я считаю, что я могла бы в свое время помогать и помочь моей маме, да, то есть поддерживать порядок, где-то что-то приготовить. Но начала это делать уже очень-очень поздно. Вот так, ну что, как вы считаете, у меня в доме все-таки беспорядок или порядок? А теперь относительно того, да, как к беспорядку относится мой муж-американец и помогает ли он поддерживать порядок. Ну что, я считаю просто, да, что беспорядка в моем доме нет. Вот сейчас то, что вы увидели, это самый большой беспорядок, который вы можете увидеть, если вы случайно зайдете ко мне в гости. Да, и поэтому он к такого рода беспорядку относится совершенно нормально, но пока он сегодня приедет домой, этого уже не будет. То есть я потрачу сейчас буквально 10 минут все разложить по местам. Мне нужно помыть вот это окно, я бы хотела сегодня сделать. И еще окно внизу, также еще входную дверь, окно, окно на моей входной двери. Я тоже не думаю, что это у меня очень много займет по времени, но, да, сегодня я очень большую часть своего свободного времени уделила именно тому, что я монтировала новые выпуски для моего канала. Завтра я буду больше времени уделять именно уборке нашего дома. Насчет того, как часто мы пылесосим, да, видели, что у нас ковровые покрытия. Я стараюсь пылесосить каждый день, стараюсь пылесосить каждый день, но не всегда получается. Не всегда получается, но, наверное, в этом плане я не такой вот человек, знаете, который прям не может уснуть, если знаешь, что он сегодня не пропылесосил там ковер в гостиной. Влажная уборка. Боюсь нарваться тоже на критику, но я тоже не вымываю пол каждый день. В определенные дни, скажем так, раз в три дня, да, я это делаю. Но, опять-таки, у нас не так много открытых, скажем так, открытой местности, да, поэтому тоже тех же 20 минут вполне достаточно. Ванные комнаты. Я тоже их не вычищаю ежедневно, тоже примерно раз в неделю. Раз в неделю, да, я аккуратно прохожусь по всем комнатам, то есть мне нужно сделать, привести в порядок лично три комнаты ванны, да, свою комнату Рома поддерживает в порядке самостоятельно. И вы тоже видели, что там, в принципе, все аккуратно, все чисто, аккуратно пройтись тряпочкой, вымыть унитазы, пол тоже. Хорошо, ну пусть не 20, ну пусть 25 минут. Ну мне больше просто, да, для этого не нужно. Я человек, который любит порядок, но при этом у меня нет вот этой, вот знаете, зависимости, когда все должно быть сделано идеально. Поэтому в своих видео я никогда не говорю о том, что мне для генеральной уборки моего дома требуется лишь 20 минут. Я всегда делаю акцент на том, что для поддержания порядка в доме мне требуется лишь 20 минут. И так оно и есть. Ладно, ребят, всем большое спасибо, кто присоединился ко мне в этом видео. Мне же сейчас нужно еще идти наводить порядки. Да, надеюсь, что такой формат вам будет интересен. Если интересен, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну а пока я хочу с вами попрощаться и увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока.